Сегодня я буду защищать голубых. Как бы за это дело не попасть под статью. Сегодня разбираемся с новыми процессорами Intel Core 15. Ну или официально Intel Core Ultra 200 на сокете LGA1851. Впервые чиплеты, новая высокочастотная память, переработанные ядра, архитектура. Но при изучении первых тестов единственное, что запоминается, это отключение многопоточности и низкое энергопотребление. В остальном полный провал. Если это так, почему первые партии новых процессоров смели с полок магазинов? Сейчас у Intel идеальный момент для рывка. Компания переживает не лучшие времена, ей нужно вернуть доверие. Три года назад с выходом Core 12, и они уже доказали, что камбэк реален. Мы изучили всю информацию о свежих процессорах Intel. И сегодня ответим на главный вопрос. Почему так получилось? И есть ли шанс всё исправить? На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Как видите, я приоделся на эту тематическую вечеринку. Сегодня разбираем свежие Core Ultra по транзисторам. Поехали. В Яндекс.Браузере появились новые фичи для выгодного шопинга. Сейчас покажу на примере промокодов. Открываем какой-нибудь интернет-магазин и в адресной строке ищем вот эту кнопку. Больше не нужно искать их по всему интернету. Яндекс.Браузер сделал всё за вас. Копируете промик и применяете во время покупки в корзине. Все промокоды ежедневно проверяются на актуальность. Рядом, как вы заметили, есть ещё одна кнопочка. Сплит. Он помогает купить товар или услугу сейчас и оплачивать равными частями без переплат в течение двух месяцев. Оформляете покупку в сплит и делите на четыре части. Первый платёж всего четверть стоимости. Остальное выплачивается в течение двух месяцев. Лимит на покупки определяется индивидуально. В браузере сплит доступен практически на всех сайтах. Даже если магазинам оплата частями не предусмотрена. Скоро будет 11.11 и чёрная пятница. И вот какие интересные гаджеты можно приобрести с помощью Яндекс.Браузера. Например, 16-гиговую RTX 4060 Ti. При оплате частями в сплит первый платёж будет всего 15 тысяч рублей. Сплитом можно платить даже на Алиэкспресс. Например, народный Ryzen 5 7500F будет стоить 15 тысяч рублей. Первый платёж сплитом всего 3700 рублей. А промокоды Яндекс.Браузер уже собрал в одном месте. Покупать в интернете без сомнения выгодней и комфортней с Яндекс.Браузером. Ссылочка в описании. Начнём с платформы. Intel вам не AMD. Сидеть на одном сокете больше пары лет тут не принято. В LGA 1700 добавление контактов было оправдано. Накинули разных ядер. Первыми завезли поддержку DDR5 и PCI-Express 5.0. Но зачем в этот раз техногигант допаял ещё 151 пин? Ядер столько же. В Core Ultra 9 285K те же 24 кокоса, что и у i9-14900K. К тому же новинки лишились поддержки памяти DDR4. А это значит никаких больше дешёвых сборок. Конечно, всегда можно сказать, лишние контакты не трогать это на Новый год. Но сразу же почему-то вспоминается Core 1151, в котором компания просто сменила их название и удвоила число этих самых ядер. Так что, скорее всего, единственная честная причина выпуска LGA 1851 — решить свои финансовые трудности. Спасибо хоть, что оставили совместимость со старыми кулерами. Но да ладно, не будем раньше времени наговаривать. У нас тут целый список изменений. Давайте на них посмотрим. Самая важная фича новых Core Ultra — чиплетный дизайн. Причём сразу же правильный. В своё время AMD ради экономии пошла простым путём. Они раскидали чипы по углам и связали их дорожками в текстолите. Дёшево, но сердито. Задержки между кристаллами просто огромные. И чтобы хоть как-то это компенсировать, пришлось изобретать второй этаж в виде дополнительного кэша третьего уровня и мутить с программными драйверами для правильного распределения нагрузки. У Intel таких проблем нет. Все чиплеты садятся на специальный стекловолоконный импозер Foverus. Фактически, это ещё одна плитка, через которую остальные чиплеты взаимодействуют между собой. Главный плюс — скорость обмена данными между соседними кристаллами, сравнимая с блоками в одном чипе. При этом можно жонглировать всеми этими плитками, как в Тетрисе. Например, докинуть ещё ядерных блоков, заменить графику, выкинуть старые контроллеры или их удвоить, добавив четырёхканал по памяти. В общем, модульность — это хорошо. Минусы, конечно, тоже есть. Это в первую очередь цена и сложность производства. Фактически, приходится везде городить кремниевые этажи. Но Intel в таких вопросах денег не жалеет. В Core Ultra 200 компания остановилась на шести плитках, две из которых — пустышки для физической стабильности процессора. В эту партию Тетриса инженеры Intel решили счетерить. Самый большой чиплет имеет восемь больших и шестнадцать малых ядер. В младших Core Ultra часть ядер отключена. Кому интересно, как это и зачем, посмотрите наш выпуск про бининг. Теперь они расположены в разнобой. Это позволяет равномерно распределить тепло от больших ядер по всему кристаллу, а заодно уменьшить задержки при передаче данных между соседними кластерами. За производство этих плиток отвечает не Intel, а TSMC. Используется новейший трехнанометровый техпроцесс. И это еще один плюс чиплетного подхода. Можно миксовать плитки от разных производителей. Хотя, конечно, остается вопрос. Где техпроцесс Intel 4, который обещал быть лучшим в мире? Теперь Intel, как и AMD, создает рисунок ключа и отдает его на аутсорс. Но сами ядра круто обновились. Большие перешли на архитектуру Leon Coff, которая на 9% быстрее, чем Raptor. И впервые с 775-го сокета компания отказалась от гипертрейдинга. Причем на физическом уровне. Из ядер удалены блоки, которые позволяют раскидывать нагрузку на два потока. В Intel считают, что смогли это компенсировать серьезным улучшением архитектуры. И на бумаге это похоже на правду. Был переработан вычислительный конвейер. Внутри микроопераций теперь есть нанооперации, которые работают параллельно. Улучшены блоки целочислительных и векторных операций. Появился промежуточный кэш данных между первым и вторым. А последний стал в полтора раза больше. 3 мегабайта на ядро. Тактовая частота теперь имеет шаг 1667 МГц. Что позволяет максимально точно рулить разгоном. А управление системой питания происходит при помощи искусственного интеллекта. Говоря простым языком, Intel разобрала, пересобрала и улучшила архитектуру по всем фронтам. Это не работа над ошибками, как в Ryzen 9000. Это буквально созданный с нуля вычислительный конвейер. С новым названием Intel Core Ultra. Тут как бы компания намекает, что они проделали просто огромную работу. Хотя, если вам не нравятся вот эти вот все ультра, вы не одни. Большинство обзоров у иностранных блогеров начинаются с колкостей в сторону синего нейминга. Но все это меркнет перед апгрейдом ей ядер. По данным Intel, новый SkyMond сразу на 32% быстрее старых Graysmond в целочислительных операциях и аж на 72% в задачах с плавающей точкой. Главное изменение. Теперь энергоэффективные ядра кучкуются кластерами по 4 штуки. А значит, меньше напрягают кольцевую шину. В каждом кластере есть по 4 мегабайта кэша второго уровня и доступ к общим с P-ядрами 36 мегабайтам кэша третьего уровня. Остальные изменения схожи с большими ядрами. В общем, Intel хорошо постаралась над E-кокосами и язык не поворачивается назвать их слабыми. Никуда не делся директор потока. Он получил апгрейд до третьей версии, который направлен на улучшение мониторинга загрузки по ядрам, а также увеличение приоритета E-ядер, так как теперь они могут брать на себя более тяжелые задачи. Сверху над ядерной плиткой разместился чиплет SOC, система на кристалле. Он тоже производится TSMC, но уже по более старому 6-нанометровому техпроцессу. Вычислительных ядер в нем нет. Зато впервые в десктопные Intel завезли нейропроцессор NPU. Толку в нем ноль. Всего 13 топс, чего в разы не хватает для сертификации купилот плюс PC. А с обсчетом нейросетей в десктопах успешно справляются дискретные видеокарты. Зато NPU гордо отображается в диспетчере задач и требует для себя отдельный драйвер. В общем, очередная победа нейромаркетологов над здравым смыслом. Кроме бесполезного NPU в плитке SOC есть весьма полезный контроллер памяти DDR5. Из коробки новые Arrow Lake работают с модулями до 48 гигабайт и частотой до 6400 МГц. То есть суммарно можно получить 192 гигабайта памяти в четырех слотах. Но самое главное, завезли совместимость с QDIM. Это новый тип десктопной памяти, который берет свое начало от серверной RDIM и при этом влазит в старые слоты DDR5. Главная его фича – встроенный тактовый генератор, который позволяет ощутимо бустануть частоты. В продаже уже есть комплекты QDIM на 9600 МГц по цене самих Core Ultra, поэтому доступной такая память не будет. Это что-то на богатом для оверклокеров, которые уже выжали из новых плашек 12 ГГц. Более того, обычный Arrow Lake без индекса K ограничат в разгоне до 7200. То есть для них QDIM вообще не нужен. Также в чиплете системы на кристалле находится основная часть контроллера PCI-Express. 8 линий DMI 4.0 идут на чипсет, еще 16 PCI-Express 5.0 на графику и 4 на подключаемый к процессору SSD. Дополнительные 4 линии PCI-Express 4 притаились в небольшой плитке ввода-вывода, куда Intel заодно поместила контроллеры двух Thunderbolt 4 на 40 Гбит. Странное решение выносить их в отдельный чиплет, но что есть, то есть. Так, я вроде бы защищаю синих, а не топлю. Давайте исправляться. Заодно почему-то именно в плитку SOC запихнули медиадвижок с поддержкой AV1 и других современных кодеков. Куда логичнее разместить их в чиплете iGPU, который находится выше. Он также производится TSMC по 5-нанометровому техпроцессу и включает 4 графических ядра XE 2-го поколения с 4 Мб кэша 2-го уровня. И встройка получилась очень бодрая. 2300 баллов 3DMark Time Spy. Это уровень GTX 1050 Ti. Можно даже поиграть в современные игры. Doom Eternal при 70 FPS на средней графике. Человек-паук на минималках выдает больше 60 кадров. А Киберспорт вообще летает. Второй Overwatch рисует за сотню Full HD на миксе средних и низких настройках. В общем, встроенная графика хороша. На ней вполне можно пересидеть до покупки дискретной видеокарты. На этом процессорные плитки закончились. Едем по 8 линиям DMI 4.0 в чипсет. На старте Intel показала только топовый Z890. С разгоном всего и вся. Бустануть можно даже NPU. В будущем покажут более простые B и H чипсеты без разгона процессора. И с меньшим количеством портов. Но в целом общую картину 800 логики уже можно нарисовать. Суммарно, Z890 выдает честные 24 линии PCI-Express 4.0. Никакого тут микса с PCI-Express 3.0, как у Z790 нет. В наличии Wi-Fi 7, полсотни различных USB. В общем, все как у LGA1700 и еще немного сверху. Какая-нибудь нищая H810 получит гигабитный Ethernet и пяток USB 3.0. Регресса нет и на том спасибо. Зато есть ощутимый прогресс механизма крепления процессора в сокете. У 1700-го крепежная крышка приводила к изгибу чипа. Из-за чего снижалось качество охлаждения, китайцы быстро подсуетились и стали продавать кастомные рамки, которые в некоторых случаях давали выигрыш вплоть до 5-7 градусов. Для топовых досок на LGA1851 теперь используется новый прижимной механизм. Он плоский и усиленный. Что позволяет выиграть дополнительные пару градусов. С платформой разобрались, переходим к чипам. Традиционно Intel начала с топов каждой линейки, никак не меняя ядерную формулу в этом поколении. Максимальный Core Ultra 9285K имеет те же 8 больших и 16 малых ядер. Зато потоки теперь считать проще. Суммируешь число ядер и все. Частоты больших кокосов Intel решила снизить на 200 МГц. Зато настолько же подняла частоты малых. Теплопакеты не выросли. 125 в долгую и 250 в пиковый. Но разумеется, все платы умеют их нарушать. Ценник тоже не поменялся. За топ-жир просят 600 баксов. Core Ultra 7265K выглядит более интересным. От Ultra 9 его отличает отсутствие 4Е ядер. При этом цена ниже сразу на 200 долларов. А если не нужна встройка, то на все 220. Разница с i7-14700K снова в отсутствии гиперпоточности. И чутка заторможенных по ядрах. И наоборот разогнанных на 300 МГц ешках. Теплопакеты не изменились. Младший из представленных чипов Core Ultra 5245K неоправданно дорог. Разница с Ultra 7 меньше 100 долларов. А отключили сразу два больших и четыре малых ядра. Конфигурация совпадает с 14600K. П-ядра снова скинули 100 МГц частоты. А ешки бустанули сразу на 600 МГц. При этом теплопакет нового Ultra 5 тоже немного снизился. Со 180 до 160 Вт. Да, знаю, теория в этот раз получилась масштабной. Но это не удивительно. Intel обновляет процессоры редко. Но сразу по-крупному. Теперь давайте посмотрим на тесты. Чем отличилась новая архитектура и отключение многопоточности. С одной стороны, если брать сугубо вычислительные задачи, где каждое ядро самостоятельно что-то внутри себя обсчитывает, не бегая к другим за данными, свежий Core Ultra – монстры производительности. В Cinebench R24 топовый Ultra 9 сразу на 15% быстрее 14900K. Свежий 16-ядерный Ryzen 9 9950X на 10% позади. С однопотоком картина аналогичная. Intel не обманула, новая архитектура P-ядер действительно зверь. Рост сразу на 15% за поколение. Схожая картина наблюдается и в Блендере. В различных моделированиях физических и химических процессов архитектура Core Ultra не оставляет ни единого шанса конкурентам. Отрыв временами доходит до 20-30%. Но все резко меняется, если вычислительные задачи требуют активного взаимодействия между собой ядер кэша и памяти. В тестах архивации новинки с треском проиграли не только предшественникам, но и свежим Ryzen. Причем отставание доходит до 10-20%. В софте об обусе вообще катастрофа. Новый Core Ultra 9 в фотошопе показал уровень лишь старенького 12600K. В браузерных тестах свежак от Intel тоже внизу таблицы. Тест кэша и памяти AIDA64 красноречиво показывает, что синий техногигант умудрился ощутимо попортить контроллер памяти. Задержки на тех же частотах стали сразу на 20 нс выше. Возможно, также есть какие-то внутренние аномалии в работе кэша. Может быть, багает обновленная кольцевая шина или директор потока. Короче говоря, не только AMD выпускает сырые процессоры. Куча патчей для Ryzen 9000 смогли ускорить чипы на Zen 5 вплоть до 10%. Так что у Штеуда есть шанс неплохо бустануть свежие Core Ultra. Но пока что в среднем по больнице новые чипы находятся на одном уровне со старыми. Более того, топовые Ryzen 7000, 9000, Core 1314 и Ultra не отличаются друг от друга больше, чем на 10%. А ведь разбег между ними почти два года. Возможно, ситуацию спасет новая Kudim память. Первые тесты показывают, что большого смысла в частотах выше 7000 МГц для Core Ultra нет. Только яичное обучение GPT-2 положительно откликнулось на модули DDR5-8200. В остальных задачах, даже жористых до памяти, плато насыщения случается на 6400-6800 МГц. Менее быстрые планки ощутимо хуже, а вот от более быстрых толку около погрешности. Результаты вполне ожидаемы. У Core Ultra суммарно до полсотни мегабайта кэша 2-го и 3-го уровней. Поэтому в большинстве задач процессоры довольствуются своей собственной памятью и редко напрямую обращаются к далекой оперативке. Забегая вперед в играх, ситуация аналогичная. А значит поддержка Kudim это на вырост для будущих поколений. Зато по нагреву и потреблению, как вы знаете, у новых Core Ultra просто все отлично. На промо-материалах Intel не соврала, говоря об экономичности чиплетов от TSMC. В среднем в рабочих задачах 24-ядерному 285К хватает 130 Вт с пиком до 235, и это в стоке. А 14-ядерный Core Ultra 5 и вовсе укладывается в 80 Вт. Для сравнения, i9-14900К нужно уже 170 Вт, а пик уходит под 400, так что Intel больше не прожорливые печки. А значит, можно попытать счастье с разгоном. На топовых Raptor он был в принципе невозможен, процессоры даже в стоке грелись под сотку, даже под хорошим охлаждением. Но на Core Ultra случилась другая беда – плохое качество кремния. Видимо, Intel очень спешила с анонсом и ослабила кремниевую лотерею, из-за чего некоторые образцы топовых 285К сами по себе падают в синий экран. В официальной таблице напряжений реальный потолок новых чипов 5,5 ГГц. Boost до 5,7 идет ценой прыжка сразу на 200 мВ. Малые ядра гонятся лучше, на безопасном вольтаже из них можно выжать 5 ГГц, но в абсолютных цифрах это лишь 10%. Серьезного прироста здесь ждать не стоит. Что по играм? В одном из прошлых роликов мы уже проверили 14700К, отрезаемый гипертрейдинг и разные ядра. Результат получился интересным. Вариант с P и E кокосами без многопоточности оказался самым быстрым. Хотя в среднем разница между всеми версиями Core i7 не превышала 5%. Поэтому теоретически Core Ultra 200 в играх должны быть хороши, особенно с учетом архитектурных изменений. Но на практике творится полная жесть. Взять тот же Киберпанк. Игра отлично ладит с разноядерными процессорами от Интела, умеет правильно грузить E кокосы и вообще отлично оптимизирована под многопоток. Но тут Core Ultra 9 провалился ниже 12600К. Это явно программный баг. Не может быть такой жесткой просадки. С другой стороны есть Хогвартс Легаси. Игра умеет грузить лишь пяток ядер. И на первое место выходит мощность одного. А как показывают тесты, у Core Ultra рекордно высокий однопоток. Но и тут тоже нет. На первом месте с большим отрывом Ryzen с 3D кэшем. 285К затесался среди предшественников. При этом почему-то Starfield наоборот полюбил Core Ultra. В нем свежий топ Intel пусть немного, но быстрее всех конкурентов. Но в среднем по двум десяткам игр картина печальная. На первом месте непостижимым лидером второй год держится Ryzen 7 7800 X3D. Видимо, подвинуть его сможет только новый 9800 X3D. Лучшие Core 14 отстают на 5-7%. Core Ultra позади уже на 10-15. В любом случае, речь идет о сотнях кадрах, когда упор нередко в RTX 4090. И такой производительности даже будущим владельцам RTX 5090 хватит за глаза. Но все-таки хорошо заметны серьезные просадки у свежих Intel. И возникает вопрос, откуда это все? Может быть, нужно отключить APO? Это вундервафля от синих, которая помогает играм правильно грузить разношерстные ядра. Судя по тестам, толку от нее как от Xeon в 2024. Временами FPS даже чутка падает. А вот если поиграться руками с приоритетом ядер, то кадры могут вырасти на 15%. Но для каждой игры требуются свои костыли. И как бы не особо хочется так заморачиваться после покупки совсем свежего процессора. Может быть проблема в системе? Мы уже видели, как апгрейд Windows 11 бустанул Ryzen сразу на 10-15%. На свежих Intel понятно то, что ничего не понятно. В каких-то проектах вырывается вперед последняя Windows 10, которая вообще не имеет свежего директора потоков. Где-то наоборот она сильно проседает и на первое место выходит Windows 11 23 H2. А где-то и она отстает, отдав первенство новой Windows 11 24 H2. Все эти разбросы на 10-15% от системы к системе намекают на сырость микрокода и директора потока. А значит в будущем патчами Core Ultra могут неплохо ускориться. Тем более сейчас на производительность новых чипов влияет даже выбранный в настройках профиль питания. Раньше в десктопах такого никогда не было, так что Intel есть куда работать. Но вот что у синего техногиганта получилось хорошо, это снизить жор в играх. 14-ядерному Ultra 5 хватает всего 60 Вт. То есть формально он без проблем поедет на самых дешевых платах на H810. Да и топовый Ultra 9 приятно удивил. 90 Вт. Когда такое было? Для сравнения, потребление 14900К в играх уходит под 170 Вт. То есть свежие чипы стали экономичнее практически вдвое. Перед выводами пару слов про нейроблок NPU. Сейчас нагрузить его под Windows практически нечем. Есть единственный тест Geekbench AI, и он его максимально унизил. Ядра и встройка выполняют те же задачи, как минимум не хуже. Салют маркетологам, отключаем NPU в BIOS и навсегда о нем забываем. 2024 год можно смело назвать годом сырых процессоров. Сначала нам показали Ryzen 9000, которые неплохо ускорялись от свежей винды, а патчи под них до сих пор выходят. Теперь в ту же лужу шлепнулась и Intel со своими Core Ultra. Потенциал у этих процессоров действительно есть. Архитектурные тесты показывают хороший рост производительности. Смелый шаг с отказом от гиперпоточности оправдался. Более того, Intel решила основную проблему прошлых рапторов. Больше нет серьезного жора и перегрева. Но общая сырость Core Ultra и софта под них свели на нет все потуги компании. Понятное дело, через пару месяцев патчами винды и новыми BIOS производительность подтянут как минимум до уровня Ryzen 9000, а может даже и выше. Асус уже выпустила свежие BIOS для своих плат, которые справляют проблемы со стабильностью на Windows 11. Но Intel не в той ситуации, когда можно допускать настолько серьезные ошибки. Да, AMD тоже налажала, но у нее есть хотя бы план B в виде Ryzen 7000, которые имеют отличную производительность и очень хорошо продаются. Со временем пользователи переедут на 9000 серию, там одна платформа, но хотя бы здесь и сейчас красный техногигант не теряет деньги. У Intel запасного парашюта нет. Чего не скажешь о парашюте Пети Гелсингера. Он там зарабатывает какие-то нереальные деньги. Продажи рапторов сейчас ниже плинтуса. Никто не хочет брать деградирующие чипы. Вся надежда фанатов компании была на Core Ultra, но тут как-то не удалось. Получается, что последнее интересное поколение чипов Intel это Core 12, а оно вышло 3 года назад и сейчас уже плохо конкурирует со свежими AMD. Фактически своей ошибкой Intel подталкивает пользователей к покупке Ryzen и увеличению красной доли рынка. С учетом серьезных финансовых проблем, это просто недопустимый шаг, который может повлечь за собой конец той самой Intel, которую мы знаем. И если техногигант в ближайшее время все не исправит, возможно, следующие чипы будут называться Ultra Qualcomm. AMD можно поздравить с победой в этом раунде. Что-то у меня как-то голубых защитить не получилось. Уж извиняйте. Вот такая аналитика. Чтобы следить за самыми интересными IT-новостями, читайте нас в Telegram, ссылочки будут в описании. Там проходит сейчас, еще, может быть, проходит, два розыгрыша на мини-ПК и на видеокарту 3060M из прошлого обзора. Смотрите нас на YouTube, читайте ВКонтакте. В общем, все ссылочки в описании. Меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.